Пиджак Степана Дуплея пестрит наградами и орденами. Один из самых ценных – Орден Славы Третьей Степени. Его Степан Степанович заслужил, когда, будучи разведчиком, вёл боевые действия на территории Германии. Туда он попал, третий раз сбежав из трудового лагеря. Первый хозяин меня бил. Если вот я что-то не так, что-то, он бил. Бил, чем попало. Что в руках грабли, граблями в сельском хозяйстве. Вот, вилы, вилами. Ну, не так, что... Вот. И я от него бежал. Бежать Степану Степановичу не удалось. Не увенчался успехом и второй побег. Фронт далеко, и к своим не уйдёшь. Снова поймали, отправили на распределительный пункт и к новому хозяину, немцу. Только с третьей попытки, когда советские войска вошли на территорию Германии, удалось осуществить задуманное. Встретил раздетчиков. Они меня за своего приняли. Вот. Ну, кое-что обмундирование. И я с ними некоторое время находился. В разведку ходил, воевал. Таких историй, как у Степана Дуплея, на встрече бывших узников лагерей предостаточно. Хоть и с грустью, но вспоминают их обязательно. Собравшиеся уверяют, чем больше современное поколение будет знать об ужасах войны и плена, тем меньше шанс того, что история повторится. Когда дети играют в компьютерные игры и смотрят по телевизору, они многие вещи, стрелялки и страшилки воспринимают именно как компьютерную игру. Когда они видят живого человека, и когда вы рассказываете про эти ужасы и наворачивается слеза, то дети начинают видеть вам и понимать, что это действительно ужасно. Итогом встречи этого года стало решение о создании книги воспоминаний узников фашистских лагерей. Алексей Голубев пообещал с этим помочь. И если такая книга будет издана, она займет достойное место на полках школьных библиотек. Кирилл Басенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.